Ну чё, всем здорова, ребят! Рад всех поприветствовать в новом видосе. Сегодня у нас будет про ютубчик, про то, как на нём продвигаться. И год назад мы снимали такое видео совместно со Спенси. Но за этот год произошло очень много разных вещей, в том числе связанные и с ютубом. Поэтому я считаю своей прямой обязанностью с вами всем этим поделиться. Расскажу про свои наблюдения, расскажу про то, что я заметил, что, как мне кажется, работает, что не работает. В общем, расскажу про это всё. Плюс ко всему сейчас у нас идёт набор на буст битов в ютубе. Так что залетайте по ссылочке в описании. Там Инстаграм, через который мы как раз-таки делаем весь набор. Всё будет в сторх. Так что залетайте. Если вам был интересен буст, то как раз сейчас на него идёт набор. Ещё хочу 30 секунд вашего времени забрать, пацаны. У нас новая локация. Сейчас я постараюсь максимально много снимать видосов. Будет много видосов по маркетингу, будут кукапы, будут стримы. Так что подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телегу, чтобы это всё не пропускать. Ну и большое спасибо всем тем, кто остаётся со мной на протяжении этого долгого времени. И погнали, не будем тянуть. Сразу перейдём к тому, зачем нам вообще продвигать ютубчик. Думаю, ни для кого не секрет, если я скажу, что тайп биты существовали ещё задолго до того, как большинство из вас начали заниматься битами. И актуальность этого явления, она, ну, не теряется с каждым годом, а наоборот только растёт. Вот, то есть с каждым годом становится больше битмейкеров, которые заливают на ютубчик, больше артистов, которые ищут биты на ютубе. Просто потому, что здесь есть два фактора. Потому что, первое, это реально работает. Второе, потому что это самый простой вариант для поиска бита артиста. И самый простой способ продюсеру получить бесплатный просмотр и какое-то внимание к своей музыке. Даже, например, мы, когда там компания, собираемся где-то просто чилим, и у кого-то появляет желание пофристайлить, то просто никто не парится, не ищет биты там на битстарсе, на саундклауде. Все заходят в ютубчик, пишут там, твой нюансаёшь тайп бит, фристайл тайп бит. И подбирают что-то себе по душе, по-быстренькому, кликая вот на много-много битов. Также и огромное количество артистов, записываясь на студиях, находясь дома, там, готовя альбомы, ищут биты на ютубе в стиле там того артиста, который им понравился. Или просто вот у них есть понимание там, да, хочу что-то такое около R&B. Ну, наверное, вот сейчас там продюсеры подписывают R&B-шные биты, как Дрейк тайп бит. Поэтому поищу что-то по такому тегу. И самое главное то, что люди, многие люди, которые ищут биты на ютубе, они реально ищут их для своих треков, они реально готовы за них платить, и забирают на свои релизы. Даже крупные артисты так делают. Так вот, отвечая на вопрос, зачем вообще продюсеры развивать ютуб канал с тайп битами, ну, думаю, тут все очевидно, то, что это самый простой бесплатный способ привлечь внимание к своей музыке, выйти на какие-то первые продажи или стабильные продажи, там, через битстарш, через инстаграм, трекотрейн, неважно, через что вы продаете. Вот самый такой рабочий, стабильный способ, если вы раскачаете ютубчик, то у вас точно какие-то продажи будут. Ну, или хотя бы вы получите какую-то там обратную связь от артистов, от битмейкеров, насчет своей музыки, вообще нормально, ненормально. Может быть, ну, вы еще не готовы банально постить на ютубчик, и, поверьте, кто-то додаст вам об этом знать. Переходим к следующему пункту. Допустим, я убедил вас, что вам нужен канал с тайп битами, вы все готовы, и у вас возник вопрос, какие мне биты делать, какие биты продаются. Отвечу на этот вопрос максимально понятно. Во-первых, качественные биты продаются, то есть, если у вашего бита бас не в тон, если он просто, короче, очевидно плохой, то вряд ли этот бит будет продаваться и залетать в реки. А качественный бит при определенных условиях, при правильном его продвижении, я думаю, почти, что каждый качественный бит можно продать, если на него, ну, реально зачитать, реально записаться, и вы, в принципе, можете услышать какого-то артиста. И тут два варианта. Вы либо хотите, там, развиваться во всех жанрах, писать разную музыку, где-то себя пробовать туда-сюда, там, попробовать Лил Бэйби Тай Бит, где-то там, потом Мелодик, Ганна, Роди Рич, Янг, так вот, попробовать туда-туда-туда-сюда, вам лучше выбрать фристайл Тай Биты для продвижения, чтобы у людей не было никакой привязки к конкретному артисту и вашему каналу. Ну и понятное дело то, что фристайл биты, они набирают хорошие просмотры, независимо вообще ни от каких временных там параметров, ни от выходов альбомов артиста, в общем, вообще ни от чего они не зависят. Второй путь — это просто, если вы хотите набирать больше просмотров на Ютубе, вы смотрите, кто сейчас актуален, вы смотрите, кто недавно выпустил альбом, вы смотрите, кто там в билборде сейчас висит, вы смотрите, какие просто Тай Биты сейчас взлетают, и делаете вот в таком же стиле, изучаете вообще, что там используется, да, пытаетесь стать лучше в этом. Каждый из этих способов ведет к развитию вас как мейкера, но тут просто вот во втором вам нужно будет делать упор на один стиль. Каждый из этих способов по-своему хорош, каждый этот способ 100% рабочий. Самое главное то, что ну и не брать прям очевидно выпавший уже звук из тренда, то есть Lil Pump Тай Бит, как по мне сейчас уже не актуален. Можно, конечно, попробовать через фристайл Тай Биты его как-то прогнать, да, попробовать развить, но вот такой звук он уже, ну, просто его странно даже слышать. Ну и напоследок скажу штуку про продающиеся, не продающиеся биты. Это место под вокал артиста, если у вас там 15 инструментов, все дребезжит туда-сюда, это не очень хорошо, потому что артисту просто не будет места, он будет пытаться как-то запрыгнуть на этот бит, но у него не будет получаться, либо когда будут сводить, будут проблемы очень большие, и трек просто не будет звучать. В общем, давайте я вам заодно покажу, как можно примерно оценить, есть ли место под вокал, вот как я это делаю, если у меня иногда там сомнения возникают. Допустим, заходим в FL. Ну и, короче, такая тема, то, что вот возьмем на примере бита, которую мы со Смоком недавно писали, видос появился в подсказке, короче, вот смотрите. Вот здесь идут все драмки. И видно вот этот рисунок, да, то, что вот здесь высокие частоты хорошо заполнены, низкие частоты хорошо заполнены, а в середине очень много места, то есть вот прям вот здесь очень много места под голос. Это вот та картина, по которой вы можете примерно ориентироваться, то есть если у вас вот здесь все заполнено, то артисту будет очень мало места, очень некомфортно. Итак, с этим разобрались, давайте теперь пойдем дальше. Будем постепенно вот так развивать, да, и дойдем до каких-то прям углубленных фишек, пока начнем с Азов. Следующая темка про то, как сделать себе идеальное оформление на канал, почему это важно. Короче, можно просто не запариваться, брать картинки рэперов, и вот с черными вот этими полочками, как все любят, работает нормально, но никто вас так не запоминает. В принципе, то есть есть два варианта, либо вы вот делаете так, либо вы что-то придумываете. Я предпочитаю делать так, потому что просто очень много экономится времени, не нужно ничего придумывать, но я знаю очень многих ребят, которые залетали вот с какой-то одной своей фишкой, и потом благодаря ней они оставались на плаву, и в принципе, ну, оставались достаточно узнаваемыми среди рэперов. Тут несколько вещей я хочу отметить. Первое, это чтобы люди сразу по картинке, по названию понимали, какой бит будет, то есть если он какой-то злой, агрессивный, картинка должна передавать это настроение, если он будет какой-то мелодичный, картинка должна передавать это настроение. Если это определенный тайп, то должен быть артист, и вот при этом тоже картинка передавать его настроение, именно бита. То есть если бит такой добрый, то картинка должна быть такая добрая, если ностальгический, то ностальгическая. Короче, я надеюсь, вы поняли, о чем я. Просто это, как я заметил, гораздо лучше работает на отклик, то есть человек, если ищет злой бит, он кликает на злую картинку, а если там будет не злой бит, то он просто через 10 секунд закрывает и уходит. Второе, оформите свой канал на YouTube, то есть заполните все пункты описания канала, заполните везде все, что можно, сделайте шапку своему каналу, сделайте аватарку, короче, вот все, что вам YouTube дает, используйте это обязательно, потому что YouTube дал это не просто так, он за каждую штучку дает определенный плюсик, плюс делайте это все на английском, вообще забудьте про существование русских букв. Понятное дело, что если мы говорим конкретно про западные тайпы, конкретно про движуху на запад, короче, если мы говорим, то забудьте про русские буквы. Ну и давайте объясню вам еще коротенькую прям схему, как я делаю видосы и как вы можете это тоже делать. Берете, скачиваете картинку из интернета подходящую, дальше закидываете в Photoshop 10... 1080 на 1080. Это будет такой квадратик, дальше вы подгоняете вот картинку, которую вы скачали под этот квадратик и выводите ее в шпек, в PNG, неважно. Эта картинка у вас пойдет на BitStars, потому что она квадратная, дальше вы в Photoshop делаете 1920 на 1080 и делаете черный фон там, и просто закидываете вот эту фотографию, она встает ровно в центр и получается ровно идеальный квадратик, вот, который будет у вас по всему каналу вот так идти и у вас будет ровный столбик картинок с артистами. Дальше вы вот эту вторую картинку, которую вы уже длинную на YouTube сделали, вы ее тоже сохраняете. Дальше заходите в Adobe Premiere, вот эту вторую картинку, которую вы сделали, закидываете в Premiere и туда же закидываете бит, просто выводите в MP4, ставите шаблон настроек YouTube и все, у вас готовый видос. У вас готовая обложка для видоса, у вас готовая обложка на BitStars и это занимает по минимуму времени. Также вы можете даже не делать видоса, тупую взять вот эту вторую обложку, закинуть на Tunes to Tube, можно даже, по-моему, квадратную там просто закидывать, оно само сделает эти черные поля, закидываете на Tunes to Tube, делаете на все описание, название и за вас эта приложуха все выложит. Пообщавшись с огромным количеством людей, никому Tunes to Tube не помешал как-то продвинуться, не режет показы и все в этом духе. С такими основными подготовительными частями мы с вами разобрались, теперь самое время поговорить про теги. Думаю, почти все из вас слышали про такую штуку, как VidIQ, но кто-то не смог там ей воспользоваться правильно, кто-то не понял, как работает, кому-то просто стало лень разбираться, в общем, сейчас все покажу. Опять же, в подборе тегов я вижу два варианта. Это первое. Мы берем какой-то большой тег, на котором большая конкуренция, например, вот допустим, возьмем такую тему, как Lil Baby Tybit, очень актуальный, очень популярный сейчас тег, среднюю конкуренцию нам VidIQ дает, и вот если залетать по такому тегу, то понятное дело, что шанс залететь очень маленький, именно вот, потому что здесь, смотрите, по дате загрузки ставим, просто очень много битов выходит постоянно, то есть 48 минут, час, час, два часа, два часа назад, 48 минут, 40, 32, короче, постоянно выходят новые биты по этому тегу, и, ну, тут очень сложно будет пробиться, то есть тут только везение, если YouTube подхватит какой-то один ваш биточек и дальше подхватит за этим ваш канал, тогда да, но это случается достаточно редко, не у всех, поэтому именно с крупными тегами я вижу такой вариант развития, что вы используете буст, который вам позволяет вот пробиться через тысячи битмейкеров, у которых ноль просмотров, получить свои первые просмотры, дальше YouTube вас чуть-чуть начинает подхватывать. Конечно, можно ждать там, да, годами то, что ваш биток подхватится, но у кого-то происходит, у кого-то не происходит, с бустами происходит это намного чаще и намного у большего количества людей. Второй вариант, как раз-таки, как по мне, подойдет больше для продвижения без бустов, это использование тегов с меньшей конкуренцией, то есть вы ищете какие-то теги, на которых низкая конкуренция, заливаете просто биты по этим тегам, и они с намного большей вероятностью залетают на YouTube, чем просто вот вы закинули бы Lil Baby Tybee, но тут, конечно же, тоже нужно оценивать риски, например, если артист не стрельнет, или если там его начинающая набирать популярность, она сойдет на нет, то никакого смысла вообще в этом не будет, и вы, считай, просто потратили время. Поэтому тут, если вы делаете ставку на одного артиста, вам нужно, ну, очень грамотно его подобрать, например, вот есть такой артист, Lil Popa, хоть и показывает здесь низкую конкуренцию, но на самом деле, мне кажется, она очень низкая здесь, потому что не то, чтобы много людей выпускали, ну, биты с этим тайпом, то есть тут, можно сказать, одни и те же ники, да, которые вот когда-то, скорее всего, по этому тегу начали постить, когда они обнаружили этого артиста, там как-то музыка понравилась им его, и они начали постить именно вот этот тег. Также есть такой чё, SoFigo, вот, SoFigo Typebit, очень низкая конкуренция, поисковый запрос хороший, вот тут ребятки тоже нормально набирают по нему, в общем, если так покопаться, поизучать артистов, там, посмотреть то, что вы просто слушаете, и посмотреть, какие еще есть около этого артисты, то можно найти какой-нибудь хороший тег и попробовать продвинуться на ютубчике вообще без, без бустов, без всей этой темы. Так вот, насчет vidIQ, вы устанавливаете в браузер себе его, и вот у вас здесь появляются вот всякие штучки, там, с оценками, да, допустим, заходите на бит, заходите на бит, и у вас вот здесь появляется еще панель, которая вам позволяет анализировать теги, то есть посмотреть, допустим, там, поисковый запрос по SoFigo Typebit в месяц, конкуренцию, посмотреть еще там какие-то, да, можете написать здесь свой тег, допустим, какой-то, вот, допустим, проверим еще тот Lil Baby Typebit, вот, Lil Baby, ну, хороший, хороший поисковый запрос, давайте сравним его, например, с Дрейком. Поисковый запрос на уровне Дрейка у Lil Baby, это мощно, это мощно, и надеюсь, с тегом вы уже для себя определились, потому что это важная часть для каждого YouTube канала, вот, 100% теги решают. Если выбрать классный тег и все красиво сделать, то это даст вам очень-очень много. Теперь давайте начнем говорить про вообще загрузку заголовки на YouTube и так далее. Смотрите, про заголовки есть такая тема, то, что я заметил у многих популярных каналов, тема такая, что все заголовки однотипные, то есть, допустим, заходим, вот, Ария за продюсер, у него все заголовки такого плана, то есть, одинаковые скобочки, free, идет Lil TG Typebit, X GI Typebit, Polo G Typebit, X Lil Dirk Typebit, то есть, вот, все выполнено одинаково, одинаковые всегда палочки, название, потом идет Piano Typebit, вот, всегда одинаково абсолютно. У многих ребят просто вообще одно и то же название, единственное, что меняется, это вот название самого бита, использованного в видео, и это на самом деле очень важная тема, чтобы люди запоминали вас не только по аватарке, по вот этой штучке, а еще и по просто заголовку, то есть, прочитав название, уже примерно понимали, от кого этот биток. Ну и на начальных этапах я бы вам порекомендовал вообще просто взять одного артиста или, там, двух, и никогда не меняется Type, то есть, идти всегда, допустим, там, я не знаю, Lil Baby, Lil Dirk, Typebit, название, и все, и вот так идти, менять только название. И также иногда пробовать, там, раз, например, в две недели, раз в три недели, вбросить, как какой-то один новый Type, может, он у вас залетит, вам, ну, лучше выкладывать тогда другие биты под тот Type, который залетел. А так, вот, название постарайтесь его делать всегда одинаковым, это дает хорошие плюсы. Теперь поделюсь с вами правилами оформления описания. Вот, заходим, опять же, к Арии, на биток, и смотрим. Сразу первым делом оставляйте ссылку на покупку Bit.i, потому что, если человек услышал биты, он хотел именно его купить, чтобы он мог сразу прям зайти, нажать в корзину и оплатить. Оставляйте ссылку именно на свой бит, на конкретный бит, который вот здесь в видосе, чтобы он был и тут. Не на магазин, чтобы человеку не приходилось искать. Каждое лишнее движение может, как бы, оттолкнуть человека от покупки. Это известные правила маркетинга. Чем меньше у человека выбора и движения ему нужно совершить до покупки, тем лучше. Далее я бы посоветовал оставить вот эту вот штучку. То есть, пояснение, что приставка free — это только для некоммерческого использования. То, что, чтобы, короче, на площадке загружать и монетизировать творчество, нужна лицензия. Дальше обязательно всегда добавляйте тональность и BPM в описание, чтобы артист мог сразу в программе, где он записывается, выставить BPM, выставить тональность. Если нам, продюсерам, кажется, что это очень просто определить, многие артисты не знают, как это делается, да, как это можно сделать. Поэтому, если вы им в этом поможете, то будет очень хорошо. Ну и далее оставляйте контакты, как можно с вами связаться, возможно, в почту для лупов, можете оставить ссылку на свой Bitstar, на свои соцсети, и потом после всего этого идут теги. Вот насчет последнего, насчет тегов — это уже спорная тема. Кто-то добавляет теги в описание, кто-то не добавляет, кто-то там считает, что YouTube не любит это, кто-то считает, что YouTube помогает. Я предпочитаю оставлять. Тут, короче, решать только вам, что делать, оставлять или не оставлять, потому что недостоверная информация работает, это и в какую сторону. Теперь про частоту загрузки битов. Самое главное, что я могу тут сказать, это именно стабильность, то есть выработать для себя расписание. Я загружаю каждые два дня, это позволяет мне и не сильно напрягаться. Допустим, если мне не хочется писать биты, я не сильно напрягаюсь, написав там 3-4 бита себе на неделю, и потом могу спокойно отдохнуть от этой всей темы. Но и при этом это не редко, то есть постоянно идет обновление каталога битов, постоянно выходит новый материал. Кто-то придерживается расписания понедельник, среда, пятница, выкладывает стабильно 3 биточка в неделю, и это тоже работает хорошо. Кто-то выкладывает каждый день. Тут, короче, вот просто смотрите по себе, но вот насчет выкладывать каждый день, это очень тяжело, потому что в одном стиле писать постоянно, это очень надоедает быстро. Ты можешь выгореть очень быстро, потому что тебе нужно реально много битов, чтобы каждую неделю выкладывать каждый день бит, нужно по 7 битов писать. По 7 битов в одном стиле, что, конечно же, не каждый человек может выдержать. Но тут есть альтернатива небольшая, вы можете сделать два разных канала и выкладывать каждый день биты, но на каждый канал через день. То есть там на один канал делать один тайп, на другой канал другой тайп, и вот так через день чередовать. Мне кажется, это прикольно, может иметь место быть и, в принципе, достаточно выполнимо. То есть делать 7 битов в неделю, все равно, я думаю, большинство из вас делает там 7 битов в неделю и больше. И еще, я думаю, у вас могут возникнуть вопросы по тому, когда выкладывать биты по времени. Давайте посмотрим, чтобы, короче, опираться на какие-то факты, давайте зайдем просто ко мне в творческую студию. Ну и в общем, что, смотрите, такая тема, то что примерно с 16 часов ежедневно начинается вся активность, и вот до, до там 10, до 12 идет максимальный актив на канале с тайп битами, учитывая то, что здесь вот у меня на канале 55% аудитории, это США. Делаем вывод, что мы дропаем примерно вот в это время и забираем максимальный охват себе, то есть с 16.00 мы можем взять максимальный охват себе. Кто-то дропает там в 4 утра, кто-то дропает в 12 дня, в общем, огромное количество примеров. Если не хотите дропать в 16, нужно дропать во сколько вам угодно. В любом случае, там на каждый момент дропа, да, найдется какой-то слушатель, и кто-то обязательно вас обнаружит. И теперь давайте уже поговорим о таких более глубоких темах, которые не лежат на поверхности, про которые, если вы только начинаете, вы можете не знать. Это алгоритмы Ютуба, как они работают, ну, по крайней мере, понятное дело, никто не может сказать, как они работают 100%, но хотя бы есть понимание, что влияет на них точно. Это, во-первых, я делаю выводы по своему каналу, делаю выводы по каналу, вот, на котором вы смотрите видос сейчас, выводы по общению с ребятами, ну, и Ютуб сам об этом открыто говорит, то есть он эти показатели в первую очередь считает, показывает вам и говорит о том, если они там проседают. Это, короче, CTR и средняя продолжительность просмотра. И еще есть третий пункт, о котором нигде не говорится, это просмотры в первый час и первый день после публикации бита. Ну и, в принципе, все. Нам нужно работать банально над качеством битов и тремя этими показателями, то есть нам нужно стабильно увеличивать CTR каким-то образом, стабильно удерживать людей выше среднего и стабильно набирать просмотры в первые часы. По каждому пункту, понятное дело, у меня есть какие-то рекомендации. Насчет CTR. CTR это, короче, вот процентик, он показывает, сколько человек кликнуло на ваше видео по отношению к тому, сколько человек его увидел. То есть, допустим, увидело тысячи человек, кликнули 200, у вас будет CTR 20%. Думаю, понятно. Как вы можете его увеличивать? Вы можете увеличивать его, либо создавая какие-то фишечки в своем оформлении, либо просто делая прикольные, интересные картинки, где артиста хорошо, близко видно, где он интересен, под каким-то интересным ракурсом, либо интересную фотку какую-то найти. Это влияет на CTR очень хорошо. То есть, если фотка просто какая-то серая, тусклая, CTR у нее будет намного, намного хуже, чем у фотки яркой, где крупное лицо артиста. Дальше. Время просмотра. Есть несколько фишек, как можно увеличить время просмотра. Самое главное из них — это делать долгое интро. И если вы будете делать интро, допустим, долгое всегда, то это, конечно же, может наскучивать челом, и они будут просто его скипать. А если вы сделаете именно интересное интро, то есть, возможно, какой-то диалог, возможно, вы сделаете какое-то разнообразие, там, какие-то вступительные драмки, которые будут раскрывать бит и его атмосферу, то интро в 40-45 секунд может, ну, хорошо сработать. И получается, человек слушает интро, человек слушает припев, и вот вам уже полторы минуты удержания, да, уже больше, чем на большинстве битов ваших конкурентов. И тут еще надо понимать то, что YouTube сравнивает, там, средние показатели не с вашим каналом, он сравнивает со всеми людьми на YouTube, да, с вашими конкурентами по тайпу, там, по просто битам. И на основе этого формирует рекомендовать ваше видео или не рекомендовать. Теперь давайте поговорим немножко про первый час просмотров. Он считается ключевым для бита, но при этом я заметил то, что это не всегда так, и не всегда это так работает. Как правило, если бит начинает набирать уверенные цифры на старте, начинает обгонять все ваши предыдущие ролики по CTR-у, по длительности просмотров, по количеству просмотров в первый час, то, скорее всего, этот бит наберет нормально просмотров, этот бит будет набирать хорошие охваты, и его много кто увидит. Так было у меня, так было у огромного количества людей. Вот бит, который у меня набрал 350к, он намного, намного больше набрал просмотров в первый час. У него просто какое-то сумасшедшее удержание до сих пор минута 45. Вот на бите с 350 тысяч просмотров удержание минута 45. И он очень сильно начал отрываться в начале от всех битов предыдущих, и это, конечно же, повлекло его попадание в рекомендации и набор гигантского количества просмотров. И тут есть одно большое но, то, что, да, понятно, это все работает, это понятно, нам нужно как-то это использовать, но есть ребята, у которых залетают биты просто по каким-то непонятным причинам через, там, 4 дня. То есть ничего не предвещает биты, и просто вот бит залетает через 4 дня, через неделю, через месяц, бывает, залетает. Вот кто-то там, да, забустился, все уже забил на канал, и через 2-3 недели у него начинают просто с ни с того ни с сего набирать просмотры биты, которые были выложены очень давно. И самое главное, почему я решил вам об этом рассказать, это потому что это не единичный случай, такое бывает у, ну, достаточно многих ребят. Человек 10-15 я точно видел, что была такая тема, то, что бит вот через какое-то время начинает набирать очень хороший просмотр. У кого-то бывало до соточки, до 150, набегало вообще спокойно за несколько дней. К сожалению, вот это объяснить я вообще никаким образом не могу. Если у вас есть какие-то идеи, пишите комменты вот об этом. Будет интересно почитать, и об вашем опыте тоже пишите использование ютубчика. Ну и теперь, изучив как бы все-все-все составляющие, изучив немножко алгоритмы, можем это все подытожить и поговорить о том, над чем нам нужно работать, и как сильно увеличить свои шансы вообще на успех в ютубчике. В общем, первое это качественные биты, без этого никуда. Вы скажете, да вот, там бывают, залетают, и некачественные биты бывают, залетают, но шанс того, что качественный бит залетит, он намного больше. 99%, даже 99,9% битов, которые залетают, они хорошего качества. Далее, работайте постоянно над повышением CTR и повышением средних просмотров. Это, понятное дело, легко так сказать, сложно сделать. Короче, просто подбирайте интересные картинки, чтобы они подходили, и старайтесь сделать интересные биты. Возможно, с какими-то интересными интро, или вот как-то, чтобы человек оставался подслушать подольше ваш бит. Ну и, понятное дело, нужно всегда работать над просмотрами. В первые часы вы можете там просить своих друзей смотреть ваши биты, можете как-то там сами создавать, я не знаю, 10-15 аккаунтов, пытаться с них смотреть все. Или можете залететь на буст. Вот, опять же, скажу то, что у нас сейчас идет набор на буст. Немножко объясню очень, что это такое. Это комьюнити ребят, которые хотят продвигаться все на ютубе, которые создают правильные каналы себе на ютубчик, выкладывают по расписанию биты, и как только бит выходит, все начинают смотреть биты друг друга, давая первые просмотры, и как бы перескакивая через ребят, у кого этих просмотров нет. Ну и, естественно, ютубом это воспринимается положительно. Ютуб начинает давать дополнительные показы, и люди начинают набирать дополнительные просмотры на своих битах, на своих каналах. Запись на буст у нас стоит 1к, но сейчас трудные времена у многих людей. Мы решили сделать небольшой скидон, поэтому для вас, для всех ребят, будет стоить залететь 800 рубасов сейчас в этот поток. Поэтому залетайте в мою инсту, там в сторках все будет показано, рассказано, что куда делать, кому писать. Ну и чтобы вы не выбрали в качестве метода продвижения, в любом случае всегда выигрывает тот, кто постоянно занимается своим делом, тот, кто относится к этому с любовью. И я убежден, что лучшее, что вы можете сделать для себя и своего продвижения, это делать, во-первых, музыку с любовью, то есть не просто пытаться там отписывать туда-сюда все, накидал биток, выложил. А именно над каждым битом, ну, стараться максимально показать, что вы можете, и пытаться развиться в музыке. И делать, конечно же, акцент на качество материала, потому что без качества не будет и просмотров. Может быть, кто-то там сорвал на одном видосе сотку, 300 тысяч просмотров, там некачественные биты и все такое, но он сделал это единоразово, а с качественными битами он смог бы это укрепить. Ну и еще раз скажу то, что, как и в любой сфере, где за все несете ответственность только вы, можно чего-то добиться именно большого, выработав себе стабильное расписание, стабильно ему следуя и развиваясь в этом направлении. Пацаны, поэтому пушьте, не останавливайтесь, развивайте ютубчик, и все будет к вам приходить постепенно, да. Используйте все инструменты, которые доступны, пробуйте, развивайтесь, старайтесь. Ну и еще хочу поговорить немножко о важности попадания в тренды. То есть в сфере тайбитов очень важно предугадывать тренды в музыке, смотреть, кто что выпускает, смотреть, как у кого что залетает и что будет актуально. Так как это все дает максимальный охват и максимальный интерес к какому-то конкретному артисту. Если человек выпустил альбом, к нему максимальное сейчас внимание. Если человек не выпускал музыку 3 года, к нему, ну, про него просто все уже забыли, и не такое большое количество людей интересуется вот этим стилем. Ну и если вы не продвигаетесь с помощью бустов, то ищите перспективных артистов, которые в будущем могут стать огромными в индустрии. Ну и вот сейчас вместе с ними вы как раз таки и можете занять их тег, стать мастодонтом потом в этой сфере. Но опять же, тут надо еще смотреть на то, что это все, конечно, очень рискованно. И секретный пункт видоса, который многие ребята спрашивали, он заключается в том, что многие жалуются, что их биты звучат тихо на ютубчике. Поэтому давайте я на своем примере покажу, что я делаю с битами, почему у меня биты звучат, в принципе, громко на ютубчике. Ну, например, вот этот проект, который я делал буквально сегодня. Смотрите. Здесь у нас такое по сведению, просто выставлена громкость. Ничего на каналах нет, кроме параметрика. Вообще нигде. Ну и сайдчейн на кике с басом. И на мастере у нас в Routy Soft Clipper. Дальше что? Давайте я вам дам послушать, как это все звучит. То есть там кик где-то по, например, с днем и тройкой. Там всегда по ситуации. Там 808 в 0, клэпчик в 6. Вот примерно такие стандарты, на которые я ориентируюсь. Ну и, понятное дело, на уши. Потому что все-таки децибелы это такой показатель, ну, спорный. Так как у нас высокие частоты уха воспринимают намного резче, чем низкие частоты. Поэтому все равно всегда доверяйте своим ушам. И давайте покажу вам, какие настройки стоят вывода. Потому что не знаю, с чем может быть связано. То, что тихие биты, например, если они у вас вот здесь громкие. Не забывайте, кстати, ставить драйвер вашей звуковухи. Либо FL Studio ASIO ставьте драйвер. Потому что он тоже такой более-менее нормальный. И вроде как не красит дополнительно звук при выводе. Вот здесь выбираем mp3. И вот такие настройки вывода у меня стоят. Так что, если вам нужно... Кстати, вот Safe Tempo Information надо убрать. Такие вот штучки я просто вывожу, кидаю потом в премьер. В премьере ставлю просто шаблон для видоса. И все, заливаю это на ютубчик. Бит получается нормальный, громкий, достаточно качественный. Хоть чуть-чуть сжимается самим ютубом. Ну и что, ребятки? Сегодня получился у нас такой видос. Надеюсь, вы для себя нашли что-то полезное. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телегу. Ну и не забывайте про набор в Boost. Всем удачи и всем пока!